Сегодня наша точка на карте Карелии это деревня Кондопога. По мнению краеведов она начиналась именно здесь и по этой старой дороге прихожане Кондопожского прихода, а он состоял из 15 деревень раскинувшихся более чем на 15 верст, шли на праздничное богослужение в Успенскую церковь. Конечно тогда, теперь уже более 200 лет назад, прихожанам не заслоняли взор трубы комбината и очистные сооружения. Успенская церковь на берегу озера вырастала перед ними постепенно и постепенно душа наполнялась радостью и устремлялась ввысь туда, куда устремляется купол самой высокой деревянной шатровой церкви Карелии. Что мы знаем об этом памятнике деревянного зодчества, которому стремятся туристы со всей страны, помимо того, что он самый высокий из шатровых и что стоит, в отличие от тех, что в Кижах, на своем исконном месте. Да, пожалуй, больше ничего. Чтобы восстановить пробелы, мы решили обратиться к известному в Карелии краеведу, жителю Кондопоги, учителю истории Виктору Анатольевичу Карелину. Правда, пока добирались до места, встречи хлынул незапланированный дождь. Что ж, нормальная такая карельская погода. На самом деле, это уже четвертая постройка, церковная постройка на этом месте. О первой постройке упомянута в писцовой книге, относящейся к концу 15-го столетия. Церковь первая просуществовала очень недолго, и в ней говорится о том, что она сожжена немецкими людьми, так тогда называли шведов. Новая церковь была построена практически сразу, и тоже очень быстро, видимо, сгорела, потому что на Руси было смутное время. В начале 17-го века появляется новая постройка на этом месте. Причем у церкви той новой, третьей, появился голос. На ней были церковные колокола. Ну и, наконец, в 1774 году осветили эту церковь. Она просуществовала до 1930 года. Последним настоятелем ее был отец Иоанн. Он погиб в годы репрессий. После этого она была передана колхозу культура, который здесь был, и использовалась просто как склад. В 1943 году церковь была освящена вновь финскими властями. И в 1943-1944 году здесь шла служба. Служили финские священники. И сегодня она значительно более культурный объект, ибо я уже говорил, что только раз в году здесь проходит служба. Мы стремимся побыстрее укрыться от дождя под сводами церкви. Кандапожский рыбак тоже по-быстрому сворачивает рыбалку. Место у церкви не только намоленное, но и очень рыбное. А почему вы сюда приезжаете? Ну, в это место. А тут хорошо очень клюет. Ага. Тут вот, там волны, лудра такая есть, волны. Там очень хорошо клюет. Вот такие вещи. Большие, большие. Понятно. Нигде так не клюет, как тут. Перед нами Кандапожская губа Онежского озера. Когда-то самая рыбная губа Онежского озера. Прямо на юге выход в открытую Онега. И эта церковь, она особенно осенью, подземну, всегда служила маяком. Завидев его, рыбаки понимали, что родной берег близко. И, так сказать, сердце наполнялось радостью возвращения. Так ветрено здесь. Безусловно. Мы с вами в обширной трапезной. Величина ее не случайна. Здесь когда-то собирался весь приход. Вот, собирался для того, чтобы определиться с налогами, выбрать сельских старост, определить все самые жгучие и текущие вопросы, которые стояли перед населением. Не случайно вот эти широкие лавки, опущенные резными досками, вот этот мощный пол, вот эти столбы, перевитые жгутами, эти дыньки и вот эти кронштейны. Мне всегда эти столбы напоминают атлантов Эрнитажа. Они тоже поддерживают эту мощную кровлю. Такие столбы вряд ли можно встретить где-либо еще в православных церквях. Известный исследователь деревянного зодчества архитектор Александр Аполовников сравнивал эти столбы с древнеязыческой богиней-берегиней. Это не свойственно для православной церкви строение такое, да? Это не свойственно для православной церкви. Это дань язычеству, которая всегда на севере более чем где-то существовала и находила отражение в самых разных проявлениях. Хочу обратить внимание и вот на эти окна. Вот эти решетки, они сделаны мастерами Кончезерского железоделательного завода и стоят с очень давней-давней поры. Войдем в алтарную часть. Обычно, когда я прихожу сюда и привожу туристов, мы первые несколько минут молчим. Давно уже финский исследователь Ларс Петерсон определил вообще такое понятие, как «кандапурский мастер». Дело в том, что, исследуя часовни церкви севера, он обнаружил совсем недалеко отсюда, в Пегреме, икону, с внутренней стороны которой была подпись «Ерофей Космозерский». И потом, сравнивая особенности письма, он, собственно, определил, что вот этот человек, он оформлял не только, естественно, Пегремскую часовню, но и церкви в Кондапаге, Успенскую церковь, и Преображенскую церковь в Кижак. Виктор Анатольевич обращает наше внимание на маленькие окна в верхней части церкви у основания шатра. Оказывается, в ясную погоду, с чем нам не повезло, солнце, отражаясь в волнах Онега, играет бликами на расписных храмовых небесах. Можно только представить, как это красиво. Виктор Анатольевич, а вот то, что вот эти окна, они так мудро расположены наверху? Это действительно уже результат столетней практически мудрости северных плотников. И это одна из последних церквей, если хотите, так сказать, это лучшее, что построено было в конце 18-го столетия. Естественно, вот все это лучшее и воплотилось в этом здании. Время не сохранило могил. Только на старой фотографии по ГОСТу их хорошо видно. Но одна могила сохранилась. Это могила сельского врача Трожкова. Он очень недолго врачевал здесь, всего два года, но, видимо, много полезного сделал. Потому что, несмотря на время, на огромные толпы туристов, которые здесь бывают, могила его сохранилась, и сохранился крест на ней. Давайте остановимся здесь и обратим внимание на вот эти первородные бревна. Их срубали в глубине берега на черничниках. Это ровные, смолистые, кондовые сосны. Как-то раз мы считали их и насчитали 200-годичных колец. Если представить, что церковь основана в 1774 году, освящена, то прибавить к этому 200 лет, то получается, что, вот сказать, вот все это старше очень многих государств, которые сегодня определяют судьбы мира. Фундаментом церкви служат огромные валуны. Ветер свободно проходит под ними и создает обыкновенную вентиляцию бревен. Благодаря этой простой мудрости строителей церковь и стоит до сих пор. Никто никогда не менял эти венцы. А мы что-нибудь знаем об этих зодчах, которые строили? Нет, ничего не знаем. Есть такие поэтические строки. Церковь Успения у глади озерной тихо стоит на рассвет и девясь. Это гармонии нерукотворной и рукотворной гармонии связь. Вот прежде всего, когда я подхожу к этой церкви, меня поражает то, с каким мастерством, с каким чувством красоты и миры люди выбирали место. Есть сведения о том, что реставраторы планировали перенести Успенскую церковь из деревни Контопога на Кижский погост. Якобы все тот же Аполовников волевым решением запретил это сделать. И слава богу. Там бы она потерялась и погибла. Ее место здесь. Вот только за местом. Этим сейчас никто не ухаживает. Несмотря на то, что церковь как памятник находится под защитой государства. Здесь берут плату за вход и видеосъемку. А вот траву вокруг храма никто за все лето не потрудился выкосить. И пожарный пирс совсем развалился. Случай, что не сможет пожарная машина подъехать к озеру. Службы вот только недавно кончились. Как батюшка построил в городе, там Контопове, церковь. Так всегда не стал ездить. Мол, народу от седого. Мама ходит, ну я пронучу, я там две бабки. И все. А сейчас уже батюшка ей не заведует. Так уже приезжает, церковь открывает, люди вот, кто работает, службу проведет. А так музей в городе, вот он отвечает за эту церковь. Валентина Михеевна 20 лет отработала смотрителем церкви. И все события последних лет в деревне разворачивались на ее глазах. Туристы приезжают, и вот про мою смену я сейчас работала с Москвы. Мужик приехал, такой солидный дяденька. Ну я не спросила, как его звать, и что. Сказал, кто с Москвы. Ну я ему открыла церковь, все, он поглядел, пофотографировал, похвалил, церковь красивая, внутри хорошо, небо, все там, не были в церкви, были, но ангелы все там. А там он вышел с улицы стал фотографировать, и вот где крест на самом верхушке, образовалась вся Божья Матерь. Вот никуда ей так вот нету креста, а то, говорит, Божья Матерь, образовалась. Никогда, нигде не видел намоленность святая церковь. Даже вот придешь к церкви, человек больной, как будто легче станет. Я вот приду, у меня ноги больные, ходить уже не могу, в церковь приду, я простою всю службу, как службы идусь. Даже они болят и ноги, так легко. Там же воздух такой насыщенный, прямо надышаться нечем. дерево сосна, такой день, запах такой сосны очень приятный. Что происходит с деревней? Какая она? Была? Была хорошая, веселая была, было народу много, клуб был, здесь молодежь гуляла, а потом молодежи не стало, кто куда поразъехали из деревни. Кажется, что эти мозолистые бревна впитали в себя и историю человеческих судеб, и всю историю нашего края, которая, к слову, никогда не была солнечной и светлой. И так хорошо, что стоит эта церковь на том самом месте, где поставили ее древние зодчие, как точка отсчета мудрости, красоты и веры. Субтитры создавал DimaTorzok